Проблемы малого и среднего бизнеса обсудили на заседании в региональном проектном офисе по поддержке предпринимательства под председательством первого заместителя Акимобласти Мухтара Манкеева. В центре внимания пул проектов по программе экономика простых вещей, приоритетные направления развития бизнеса и перспективы для предпринимателей. Озвучена во время заседания проблема, некая пассивность банковского сектора. Им предложили самим привлекать предпринимателей. Полномочия проектного офиса по поддержке предпринимательства стали более расширенными. Если ранее работа сводилась к мониторингу и сопровождению проектов, то сегодня поднимаются вопросы по внесению изменений в различные нормативно-правовые акты. Так, у офиса есть право отсматривать проектно-сметную документацию по линии госзакупок и вносить изменения в части поддержки местных или отечественных товаропроизводителей. Если есть такие факты, когда вы производите тот или иной продукт, товар, представляете, либо услугу сертифицированную, обладает там со всеми необходимыми документами, и вы видите, что такой же аналог из-за рубежа указан в том или ином ПСД, то вы можете обращаться в адрес комиссии на мое имя. Непосредственно мы этот вопрос будем поднимать и смотреть. Это очень хороший сегодня механизм, который уже работает. По программе «Экономика простых вещей» проектным офисом сопровождается 228 проектов на сумму 26,4 миллиарда тенге, 215 одобренные, 4 находятся на рассмотрении. Несмотря на простоту и удобство программы, рейтинги региона пока не высоки. По Казахстану сейчас мы занимаем 13 место по рейтингу, потому что учитывается не только сумма одобренных кредитов, но также сумма посубсидированных кредитов через фонд ДАМУ и через Министерство сельского хозяйства. За последний месяц из-за того, что у нас закончились денежные средства в АКК, у нас было уменьшение количества проектов на 14. По каждому отдельному случаю проектный офис ведет работу. Было отмечено, что денежные средства имеются, однако банки неохотно предлагают кредитование по государственным программам поддержки. При этом в других регионах ситуация складывается намного лучше. Аким области Галей Скалиев поручил разобраться в этом вопросе. Например, в той же соседней Актюбинске, Лево-Травской области, либо в других областях, где у нас структура экономики аналогичная. Если есть ваши коллеги, филиалы, которые активно там участвуют, а по Западной Казахстанской области активности не наблюдается, то, соответственно, мы уже будем с головным офисом с вашим разговаривать и отмечать то, что на местах банки второго уровня, филиалы в том числе, не активно участвуют в финансировании экономики региона. Еще один важный вопрос, который рассматривали на заседании, это разработка экономической карты региона. В данное время завершается сбор необходимой информации. Карта в интерактивном формате будет представлена в ближайшее время. С ее помощью можно увидеть перспективность и нишевость проектов, выгодное вложение инвестиций и многое другое.